Аллилуйя Аллилуйя И говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Вот так вот иногда относились и воспринимали то приветствие, то отношение, которое у нас сегодня с вами. А мы смело, пока что, Бог дает нам это время благоприятное, мы смело проповедуем в Иисусе Христе воскресение мертвых. И учение воскресения является фундаментом, один из истин, на котором стоит все здание учения Христова. Мы его никогда не отдадим, никогда не отступим от этого и будем всегда возвещать, что Иисус Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, в начале Он, а потом мы все по Его образу следом. И это истина, которая не оспаривается и не подвергается никакому сомнению. Слава Господу! Поэтому приветствую всех вас и гостей, членов церкви, детей, взрослых. Давайте мы все соединимся вместе в нашей молитве, приготовим свое сердце к слышанию Его Слово. И пусть особенное, как каждое собрание Господь для нас готовит, мы увидим это, услышим это и примем это в наши сердца. Я приглашаю вас преклонить наши колени перед Господом и воззовем к Нему от всего нашего сердца. Аллилуйя! 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 Сила, сила, сила Господня! Аллилуйя! Сила Твоя милость, Твоя мир Твоя Господь, да пребудет над нами, над нашими сердцами, в наших жизнях. Аллилуйя! Дай Господь Твою Бажание, дай, Господь Твою Силу, дай Твою Fraser Господь для исполнения Духом Святым каждому человеку, Господь. Аллилуйя! а и 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 голос, дорогая церковь, обратимся, исполнимся Духом Святым, Господь дает нам это благоприятное время, оставим все свои грехи у престола Его, исповедуем перед Ним неправды свои, исповедуем веру в Него, позволим Духу Святому сойти и наполнить нас, Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, 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 слава тебе, Господь, Аллилуйя! Слава, слава тебе, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя! Достоин, достойно, агнец заклонный, принять славу и честь, и величие, Аллилуйя! Ты достоин, чтобы перед твоими именами преклонилась Господь всякое колено, и когда-то придет время, когда весь мир, он узрит, Господь, того, кого пронзили, и будут плакать о нем с покаянием, Господь, как о единственном сыне, Аллилуйя, Господь! Благодарю Тебя, что сегодня даешь нам это, не только покаяние, не только плач, Господь, и скорбь, Боже, но Ты даешь нам и утешение, Боже, что Твой свет проникает в глубину каждого сердца, и, может быть, чье-то сердце находится в страхе, Господь, что-то сердце находится под виной, осуждением, кто-то находится под демоническим давлением, Боже, кто-то находится в стесненных обстоятельствах, кто-то вообще не понимает ничего в жизни своей, Боже, но Ты сегодня привел нас сюда для того, чтобы Твой свет пролился, Господь, в душе, чтобы он наполнил сердца, чтобы пришло исцеление и утешение, обновление наших сил, Аллилуйя! Ибо Ты любишь каждого из нас, Господь, и пути наши перед Тобой открыты, и нет ничего случайного, Господь, что происходит в нашей жизни, Боже, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Мы исповедуем Твою победу, Господь! Она была там, Господь, на Голгофском кресте, Господь! Когда Ты произнес это слово, совершилась! Она совершилась, Твоя победа, Аллилуйя! И воскресну из мертвых Отец Небесный подтвердил эту победу, признал эту победу, объявил об этой победе всему миру, Аллилуйя! Воскресив Сына Своего из мертвых! И мы сегодня верим в это, мы стоим в этом, мы исповедуем это, Господь! И мы благословляем друг друга, Аллилуйя! Этим обетованием жизни вечной, Господь, которая во Христе Иисусе, начавшись однажды, она не завершается никогда! Она переходит отсюда туда, на небеса! Она происходит из этого тела, в вечное тело! И человек, знающий, верующий, любящий Тебя, никогда не умирает! Аллилуйя! Аллилуйя! Сегодня мы радуемся этому, возвещаем это, Господь! Молимся об этом, благодарим Тебя, Господь! И просим помощи Твоей, совета Твоего, мудрости Твоей в нашей ежедневной жизни, Господь! Благослови, благослови каждого, Боже! Господь, Ты каждого знаешь по имени Иисус! Ты любишь каждого, Иисус! Аллилуйя! Ты видишь сердце каждого, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Сана! Аллилуйя! И мы хотим, Господь, предоставить Тебе сердце наше, предоставить Тебе место! Аллилуйя! Душе нашей, Господь! Благослови, Иисус! Аллилуйя! Благослови каждого, Боже! Детей взрослых, Боже! Приближающихся, Господь, и членов Церкви! Благослови тех, кто ищет только Тебя! Благослови тех, кто ставит перед Тебой вопросы! И, может быть, еще нету этих ответов, но у Тебя есть ответ на каждую нужду! И Ты приходишь вовремя! Аллилуйя! Благодарю Тебя! Благословляем Тебя, Господь! Открываем перед Тебой сердце наше! Оставляем, Господь, все наши грехи! Оставляем, Господь, у креста Твоего с покаянием! Прости нас, Господь! Омой нас, окропи нас! И будем белее снега, Боже! Кто может сказать, что он очистился от грехов своих, Боже? Никто этого не может сказать! Ты это делаешь! Ты силен это делать! Очищать и прощать! И делать нас достойными благодати Твоей! Господь, пусть Твой престол будет сегодня открыт для каждого, признан Тобою и нуждающегося в Тебе, Господь! Аллилуйя! 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 О, Рамаджималя Сэмон! Я сам пришел! И так говорит Господь! Я привел каждого, Аллилуйя! И говорю каждому, Арбитас, приготовьтесь на слушание, ибо буду говорить вам, вашим сердцам, Аллилуйя! Запоминайте, Аллилуйя! Проверяйте, Арбитас Санта, Аллилуйя! И ищите меня, Арбитас, ибо я близок от каждого, Аллилуйя! И хочу каждого благословить, и помочь каждому, ибо многое ж калеченик в сердцах, Аллилуйя! Многие Арбитас унивает и плачет, Аллилуйя! И многие беды и нужды, говорит Господь. А кто поможет, если не я, говорит Господь, Аллилуйя! Обратитесь ко мне, взывайте ко мне, просите и получите, ибо все мои к руках, говорит Господь, Аллилуйя! Никто не может так помочь, Аллилуйя! Никто не может сохранить, Аллилуйя! Никто не может истелить, если не я. Я во всем, говорит Господь, Аллилуйя! И хочу каждому помочь, истелить и поддержать. Если где, Арбитас согрешали, ищите в сердцах своих, Аллилуйя! поступков своих, простите прощения, я прощу. Не думайте, что я не могу простить, Аллилуйя! И вы пойдете дальше, Аллилуйя! И будет радость и мир в сердцах, Аллилуйя! И дам крепость, Аллилуйя! И силу, Аллилуйя! И будете служить, Арбитас Санта, Аллилуйя! Ибо я собираю вас, я беру и веду сам, и поведу там, где вы еще не были, говорит Господь, Аллилуйя! Придет время, и придет великое пробуждение, Аллилуйя! Ибо все в моих руках, амин, амин, амин! Аллилуйя! Слава! Мы благословляем имя Твоего, Святой наш Отец. Прими, Господь, от нас поклонение. Мы верой принимаем, Господь, одежды праведности. И это дерзновение в вере, чтобы прийти к Твоему престолу благодати, чтобы слышать Твое Слово, чтобы принести Тебе жертву хвалы. Через веру Иисуса мы это хотим сделать с дерзновением. И в этом Ты нам помоги. Ободри нас и руководи нами. Дух Твой Святой пусть господствует в этом служении. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе, Отец и Дух Святой! Аминь! Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Мы останемся еще в этом духе молитвы, молитвенном настроении, состоянии, продолжая нашу молитву в псалмах, в словословиях, в духовных песнопениях. За любовь, за милость, за спасенье, Благодарность ты преми от нас. Пусть несется без благодарения, Господу он кровью нас спас. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодари. Достоин ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Благодари, благодари, за Твою любовь благодари. Достоин ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. За Твои колхозские страдания, за спасенье данное Тобой. И за все Твои благодианья, сердце пусть всегда звучит волной. Благодари, благодари, за Твою любовь благодари. Достоин ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Благодари, благодари, за Твою любовь благодари. Достоин ты вечной хвалы За твою любовь благодари За прекрасный дом глазур на небе За святую вечность без конца Пусть звучит сегодня без хваления Эту пресвою в наши сердца Благодарим, благодарим За твою любовь благодари Достоин ты вечной хвалы За твою любовь благодари Благодарим, благодарим За твою любовь благодари Достоин ты вечной хвалы За твою любовь благодари За твою любовь благодари Ты сказал нам, Господь наш, что ты возлюбил нас любовью вечной, Господь И мы все пребываем в этой любви Благодарим тебя, Господь, за то, что мы дети твои, Господь За то, что ты избрал нас, предизбрал нас, Господь И привлек нас к жизни вечной, Господь Через своего Сына Иисуса Креста Который сделал эту великую жертву на кресте Голгофы Божьей И спас нас И возлюбил нас, Господь, слава тебе И примирил нас с Богом Тебе хвала и вовеки Благодарим тебя, Господь Слава тебе Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Halleluja Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 себе господь мой всемогущий слава себе великий бог я боюсь и бессин сердце бог мой всемогущий слава себе мой слава себе господь мой всемогущий слава себе великий бог я боюсь и бессин сердце бог мой всемогущий слава себе мой слава себе мы прославляем святое имя твое господь мы возносим тебе всю славу полу ты един господи ты един боже сил мы поклоняемся тебе духе истины ибо ты ищешь поклонников таких себе благословляем бога нашего и славим во веки веков ни одно орудие сделано против нас не будет успешно ибо господь говорит что будут вооружаться против вас но ни ни одно орудие не будет успешно это есть наследие рабов моих слава тебе во веки аллилуйя аминь слава господу слава господу горбе вешпа чуи мису дейвай Grа бежпа чуи бежпа чуи uh Субтитры создавал DimaTorzok Laiškas kolosiečiams, antras skyrius, antštuntąją įlūtę. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepaverktų filosofiją ir tuščia apgaulę, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne kristumi. Marko 13 skyrius, antštuntąją įlūtę. Nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, jie darysi ženklų ir stebuklų, kad suklaidintų jie įmanoma ir išrinktuosius. Antras laiškas Petra, antras skyrius nuo pirmos eilūtės. Buvo tautoje netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų motytojų, kurie paslapčia įves pražutinkų erezijų ir išsigindami net juos atpirkusio viešpatis. Ir užsitraus greitą žlaudimą, daudelis pasieks jų pražutingais keliais ir dėl jų bus pikžodžiaunama tiesos kelioje. Iš godumo jie išnaudos jūs suktais žodžiais, bet nuo seno pasmertimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia. Ir dar viena vieta, antras korintiečiaus, 11 skyrius nuo 13 eilūtės. Juk tokie yra netikri pranašai, apgaulinti darbininkai, besidedintais krystavus apaštalais ir nenuostabu, juk pat šetonas apsimeta šviesos andelų, tad nieko ypatinga, jei jo tarnai apsimeta taisumo tarnais, bet jų galas bus pagal jų darbas. Ir štai šitų eilučių mes matome, kad iš tikrųjų ateina ir yra jau dabar tų netikrų pranašų, tų netikrų motymų visokiu, tų paklydimų visokiu, bet žinote, aš nekalbėsiu apie tos pranašus, aš nekalbėsiu apie juos, aš noriu tiesiog pažiūrėti į pačius mūsų tikinčius, kuo mes apgaudinėjame, kuo jie mūsų apgauna. Žinote, čia iš tiesų pasakios tai to apgaulio yra labai daug ir visokiu būdu labai daug. Aš net ir nesistengiu jų visų parodyti ir visų atskleisti, nes manau, kad čia, nežinau, čia reikia ne tik laiko, bet ir labai jų daug. Aš tik tai kilis tokius dalykus noriu atskleisti. Tai kaip jie mūsų klaidina, galbūt to tie, kuriuos man daugiausiai taip pamačiau. Tai pirmas, apie ką aš norėčiau kalbėti, dalykas, tai mūsų elgesys. Aš nekalbėsiu apie tuos, kurie ten ne krikščionės, ten kurie nelabai supranta, nelabai žino dievo žodžio, nes eiti į bažnyčią, eiti į bažnyčią ir tik taip, atprisimeniu, čia tas kažkada buvo labai toks įdomus matimas parodėtas, kad bažnyčiai sėdi žmonės, pilna žmonių, o vidurį salės sėdi šetonas ir geria savo kavutę. Kodėl? Todėl, kad jie atėjo ne pas dievą. Šetonai tas paparanko, nes jie galvoja, kad atėjo pas dievą. Iš tikrųjų, jie atėjo tik praleisti laiko, pastatyti, parašyti kryželį, atseit buvau. Ir žinote, va tie suklaidinti žmonės, jie iš jų galima dažnai išgirsti tokius panašus satymus, kad negalima, aišku, negalima nudėmėti, nudėmės daryti negalima, bet jeigu ten trupučiukai kažkas tokio nežymos, kažkas tokio menko, tai čia jau nieko baisaus. Nu, galbūt ir nieko baisaus, Jėzus atleido nergi tą žudiką, kuris kartu su juo ant kryžiaus kabojo. Bet žinote, laiškia, žydams yra tokie žodžiai, dešimtas skyrius, dvidešimt šitą eilutį. Jeigu pasiekia tiesos pažinimas, samoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmės. Yra turbūt skirtumas, ar mes samoningai nusidedame, ar mes tą nuodėmėlę mažą darom iš netyčių, kitaip. Ir žinote, šventam raštai yra teletas tokių, dėl mūsų elgėsų, tokių teletą vietų išlinkau. Aišku, čia toliai gražu ne viskas, čia dar daug, daug galima, na, galvoju, jūs ir patys suprasit, patys susirasit, kur kas yra. Bet pavyzdžiui, tie dalykai, kaip pagarbate vams. Yra labai dažnai pas mus esame, ne tai, kad pas mus, bet iš tikrųjų, vaikai nenori klausytis tevų, vaikai išmintintisnių už tėvus, kai kaip dažnai su audio išmintintisnių būna už dievą. Taip, nenori paklausnumų, bet galim prisiminti dešimt dievo įsakymų, kur yra tiesiai šviesai parašyta, derb savo tėvą ir motiną. Kartais žmonės dėl kažkokių dalykų pasako netiesą. Nu, atsait, kaip rusai sako, iš kristai galvos atleisti, kaip ten rusijuskai. Bet ta netesa, tas melas būna, na, dėl to, kad čia jau bus, pasakysiu, netiesą ar netilėsiu tą tiesią ir bus kažkas dėresnio. Ir bus, ne bus man ten kažko blogo, bet kažkas ar kitam bus kažkas dėresnio. Bet Jono 8 skiriui, 44 eilutė, apie tokią dalyką parašyta taip, jūsų tėvas velnės. Sivaizduojate? Aš galvoju, kad čia, nu, nieko blogo, ten pagalvoktų man, ten pasatėjau vaikui, kad po paros minučių grįčiau, išėjau į darbą. Nu, kas čia tokia, kad pasirodo jūsų tėvas velnės ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimas. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam savo, nes jis meladis ir melo tėvas. Kartais mes mėgstame pakalbėti, apkalbėti kažką visus kauliukus, apgraibyti. Aš tikrųjų, tas yra pas mus. Ir atsivertė pirmą timatėjus, penktos skyrios, dvyliktą eilutę ir toliau. Yra smerktinės, nes pameta ankstesnį tikėjimą. Žiūrėkit, pasirodo ankstesnį tikėjimą, net pameta per tai. Bet to jos išmoksta dikinėti, landžiadamas iš namų į namus. Ir ne tik dikinėti, bet plepėti, kištis į svetimus reikalus, bei kalbėti, kas nedara. Ir dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti, tai meilė pinigams. Dievas mums, sako Dievas mums, palaiko mūsų darbuose, mūsų visame. Bet žinoti, kad darbas ir meilė pinigams yra skirtinti dalykai. Dirbti, reikia dirbti, reikia turėti pinigus, bet pinigai dėl pinigų, tai yra pražutis. Tai yra pražutis. Ir pirmą tėją matėjus, šeštos skyriaus, dešimtą eilutį. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie judėsdami nuklydo nutikėjimo ir patys save drasko aibės kalsmų. Netgi nuklysta nutikėjimo. Nu, galbūt tiek apie ergesį. Dar, žinote, yra dar vienas dalykas toks. Kai sako atseit, Dievas žiūri į širdį, o ne į išorį. Man visada prisimenu apie tą širdį, o tie anegdotišką netgi dalyką. Kai vienam kaime priejo vienas vyriškis, taip dirai iš dėrės, dirai padaudinęs taip. Ir čia pradėjom jis atyti, atseit, kad kiekio Dievas neleidžia derti, kad nereitė derti. Ir jis žino su tokio, sako, mano širdėje Dievas. Ir labai gerai prisimenu, Stasio žudis, sako, tavo širdėje degtinė, o ne Dievas. Iš tikrųjų. Nu, kaip Dievas žiūri į širdį? Vat, perskaitysiu, vat, iš patarlių, septintos skyriams dešimta eilutė. Jis pasitiko moteris su paleistuvės apdarų ir klastinga širdimi. Kreipkė dėmesį, su paleistuvės apdarų. Koks yra paleistuvės apdaras? Aš manau, tiek vienas truputį susumastės, truputį pagalvojęs, pamatys, kur yra paleistuvės apdaras, o kur yra Dievo apdaras. Ir jeigu galvojate, kad Dievas nežiūri į tai, kaip mes apsirendė, kaip mes elgiamės, vat, pavyzdžiui, dėl skaryčių yra parašyta. Bet aš ne apie skarytis, ne apie taip noriu kalbėti. Pirmas karytėčius, 11 styrium, 10 eilutė. Todėl moteris privalo turėti ant galvos pavaldumą ženklą dėl angelų. Žiūrėkit, pavaldumą ženklą dėl angelų. Čia ne žmonėms pasirodo. Čia ne šiaipsau dėl to, kad ta man patinka ar nepatinka. O čia angelaus. Prisiminkite, kai iš Egipto Dievas išvedė savo tautą, reikėjo kraujų patepti durus taktos. Kadė, Dievas nežinojo, kur yra jo vaikai, kur yra Izrailo tauta. Puikiausiai žinojo. Bet tai buvo ženklas. Taip pat ir mūsų rūvai. Taip pat ir viskas, kaip mes eldėmės, kai mūsų ta išorė, jinai yra ženklas. Kad aš iš tikrųjų esu Dievo vaikas. Kad aš esu tikintis. Kad aš esu pavaldos Dievai. Vat dar viena eilutė. Pirmas Petro 3, 3, 4. Tegul kuočiai jūs neišorė, supinti plaukai, aukso papašalai, ar ištaikinti drabužiai. Bet paslėptas širdies žmogus, nenykstančią rome ir taitingą dvasę, kuri labai brandi Dievu. Romy dvasia, jinai yra paklasni rome prieš ką, rome prieš Dievą. Jis yra paklasni Dievai. Ir žiūrėti, Dievas rašo, ne tai, kaip tu apsirendė svarbu, bet ta širdis. Bet šita širdis rome, jeigu jinai paklasni Dievai, ar jinai rengsiasi šautinčiai. Jeigu žmogus romus, kaip jis turi atrodyti? Jeigu žmogus nori prieštarauti, nori savęrodyti, jis nėra taikingas. Taikingas žmogus, jis sutinka, taip viešpatė, tu taip sakai, tu taip rodai, aš taip darysiu. Romus ir taikingas žmogus. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio norėčiau trumpai pakalbėti, tai dažnai mes klystame, ne tai, kad klystame, bet suvedžiojamos visokie motymai. Mes ieškome, kad kažkotių ten jau. Pavyzdžiui, apaštolų darbų, 17-am styriuje. Visi atiniečiai ir ten gyvenantis ateviai leisdavo laiką ne kaip kitaip, o tik pasakodami arba klausydami, ką nors naujo. Dažnai mums norisi kažką naujo išgirsti. Na, atžinote, kažkada prieš tiek metų aš buvau budėtojas čia baznyčiai, ten apačioj budėjau. Ir vienas brolės anksčiau laiko išėjo iš salės, sakau, tai kodėtų ten, sakau, tai tai paksteini. Na, pamostas taip prasideda. Nieko naujo aš jau viską žinau. Kad kas nors naujo būtų. Da, klausykite. Kaip įdomiai, žinote, aš vakartai pagalvojau, kaip įdomiai gaunasi. Va, pažiūrėkite. Taip, dabar mes gyvename Lietuvoje, taip. Ir šiandien vieni įstatymai, rytui bus kiti įstatymai. Pari darba kažkas pasikeis. Kai kas iš vėresnių prisimena Tarybų sąjungos laikus, ten dar buvo kitokie įstatymai. Ir išeina taip, kad žmogus atsikeli ir galvoji, pasikeis šiandien kažkas, ar ne pasikeis. Pasikeis tas įstatymas, ar jis išliks. Bet pažiūrėkite, kaip pas Dieva gerai padaryta. Jis vieną kartą davė įstatymas. Ir jie tie patys. Ir mums, ir mūsų protavėms, ir mūsų anūkams, proanūkėms. Praės tūkstantis metų jie bus tie patys. Ar ditai nešlovinga? Ar ditai nėra teisinga? Taip, kad tas ieškojimas naujo, tai yra klyskėlis. Ir didelis klyskėlis. Antras laiškas Timotiejui, iš ketvirtos kyriaus, čia įlūtė. Nes ataisi laikas, kai žmonės ne vėpate sveiko mokslo, bet pasidavė savo įgeidžiams, pasikvies savo motytojus, kad jie dusdentų ausyse. Rusiškoj biblio yra dėliau pasakyta, ne dusdentų, bet pataikautų, kad klausytis tai, kas man patinka, tai, kas man priimtina. Tas dusdentimas yra kaip dusdentimas, jis nelabai toks, bet dėresnis iš tikrųjų, nes jie kviesios motytojus, nes jie iškostos motytojus, kurie patinka. Ir kartais ir mes sakome, man tai patinka, aš taip, čia man dėliau patinka toks motymas, aš dėliau čia. Bet, žinote, aš daug kartų ten kaimuose uždavinėjau vieną klausimą užduodu. Sakau žmonėms, kaip jums atrodo, kai tu stosi prieš dėvo teismą, ar tave dėvas klaus, kas tu esi, katalikas, gal baptistas, gal pravoslavas? Ar dėvas paklaus, kaip tu dėvienai pagal mano įstatymas, ar ne? Suprantate, dėvas, jis neklaus mūsų, jam nesvarbu, kaip ir kas. Nesvarbu, ar mums patinka, ar mums nepatinka. Dėvas mums pasatė ir amen. Dėvas pasatė ir mes turime vykdyti jo įstatymas. O ne tai, kas mums patinka. Man, žinote, aš jums galiu taip trumpai pasakyti, man iš pradžių daug kas nepatikdavo, bet kai aš susitaitėjau su dėvu, kai aš pradėjau daryti būtant tai, ką dėvas liepia daryti, pasakiau, nu gerai, tegul būna taip, aš darysiu taip. Ir aš iš tikrųjų jaučiau, kad tai yra palaiminimas. Tai yra labai didelis palaiminimas. Dėvas tada pradeda daugiau duoti, dėvas tada pradeda daugiau padėti. Ir jauti iš tikrųjų didesnį artumą su dėvu. Romiečiams 21. ir paskui 28. lūtė. Pažinė dėvą, jie negarbina jo kaip dėvo ir jam nedėkojo, bet tu šiai mąstydami paklydo ir neišmanyjų širdys aptemą. Ir 28. kadant jie nesirūpino pažinti dėvą, tai dėvas leido jiems vadovautis netikslių išmanimų ir daryti, kas nepridara. Tai žiūrėkit, pasirodo, reikia iš tikrųjų, reikia iškoti dėvo. Kai mes neieškome dėvo, tai dėvas mums ir leidžia. Kai mes neatidžiai klausomės dėvas, tai dėvas mums ir atleidžia. Tas vadelės, ei, kur tau patinka, daryk, ką tu nori, bet pamatysi rezultatus pabaigoj. Ir pabaigai, tiesiog noriu paskaityti dvi ištraukas, dvi vietas iš šventojo rašto. Pirmas Jono, ketvirtos kyriaus, pirmąjį lūtį. Mylimėji, ne tiek vieną dvasę tikėtite, bet ištirkite dvasęs, ar jos iš dėvo, nes pasklydo pasaulyje daug netikrų pranešų. Ištirkime, mes turime iš kur tirti, mes turime dėvo žodį, mes turime šventąją dvasę. Ištirkime, klausykime dėvą. Ir dar viena pakartotojų statymą, 13-os kyriaus, nuo pirmos eilutės. Jei tarp jūsų iškiltų pranašas ir atsirastų sapnuotojas, ir paskelbtų kotį ženklą ar stebuklą, kuris įvyktų, ir po to tau sakytų, setime dėvus, kurių tu nepažįsti, ir jiems tarnaukite, tarnaukime atleisti. Totio pranašo ar sapnuotojo, neklausyk, nes viešpats jūsų dėvos, jūs bando, kad paaiškėtų, ar jį mylite visą savo širdimį ir visą sėlą. Pasirodo viešpas per taimos bando, ar mes iš tikrųjų mylėme dėvą. Ir ketvirtą eilutę, sekite viešpatį jūsų dėvą, jo bijuotite, vykdėkite jo paliepimas ir klausykite jo balso, jam tarnaukite ir prie jo klauskite. Ačiū viešpatį, ačiū viešpatį, pasimelstime, pasimelstime, draug. Viešpatį dėvę, dėkoju tau, dėkoju tau viešpatį Jėzau, už tavo malonę, dėkoju tau už išgelbėjimą, dėkoju tau už tavo kryžių, dėkoju tau už viską, ką tu darai, viešpatį dėvę. Padėk viešpatį dėvę, mums viešpatį dėvę, eiti tavo telės, padėk nusigręžti viešpatį dėvę nuo šito pasaulio, nuo šito pasaulio gudrybių, nuo šito nešku viso apgaulio, viešpatį dėvę. Padėk man viešpatį dėvę, padėk kiekvienam, mielas Jėzau, mielas dėvę, tu kentėjai ant kryžiaus, tu pralėjai savo šventą kraują dėl mūsų, viešpatį dėvę. Tai ne duok mums, nelesk mums pamesti, viešpatį dėvę, tavo išgelbėjimo, duok viešpatį dėvę, padėk mums sėkti tik tai tavimi. Viešpatį, Jėzau, aš į tavo rankas atiduodu kiekvieną, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amin. Сестра Эляна наша благодарит Господа за все молитвы церкви, в которой церковь молилась, у нее там были нужды, и благодарит Господа. Брат Антон наш, ему сегодня 55 лет, брат возлюбленный, поздравляем тебя. Где ты, если здесь, покажись. Слава Господу, брат. Стаса Маркунине за исцеление просит, она едет завтра в Каунас, насколько я знаю, чтобы Господь ее исцелил, глазному врачу, чтобы тоже Господь вышел на встречу, чудоустройство, благословение и исцеление. И вот за эти нужды, которые здесь в записках, может кто-то имеет в сердце нужду, не открыл, так тоже будем проходить перед нашим Господом. Я прочитаю из 1-го послания Петра, из 5-й главы, из 7-го стиха. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Может быть, легко так сказать, но все-таки Слово Божие нас призывает. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Как один брат выразился, мне понравилось, говорит, мы в воскресенье сделали воскресное собрание без молитвы за нужды, говорит. Мы молимся другие дни молитвы за нужды, потому что, говорит, что Господь в течение 6 дней творил небо, землю и все сотворил, говорит. А в седьмой день почил. А, говорит, мы в седьмой день, говорит, прибегаем к Нему с нашими нуждами. Я не о том говорю, что у нас в воскресенье нету нужды. Может быть, у нас и в воскресенье, и каждый день нужда, они есть. Они, может быть, и не прекращаются. Одни приходят, уходят, сменяются. Но я говорю о том, чтобы мы возложили наши заботы на нашего Господа, хотя бы в день воскресный, возлюбленные, и всегда, ибо Он печется о вас, о нас, о каждом из нас. Слово Божье нас призывает к этому. Я хотел бы вместе с вами помолиться, просто поблагодарить нашего Господа. А почему без нужд? Потому что, когда мы приходим с благодарением за всякую нужду, что у нас есть, Господь допускает, Он тогда нас благословляет. А если мы только, Господи, дай, сделай, исцели, пойди туда, сделай то, то Господь говорит, смирись сначала, возблагодаря за то, что имеешь, и я тогда буду Тебя благословлять больше. Давайте помолимся, возблагодарим нашего Господа. Аллилуйя, Ава Отче, слава Тебе, Господи, благословен Господь, благословен на Твоим и чудно, Боже мой, святая и велика, Ава Отче, санна и глория. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, хвала и поклон, Аллилуйя! 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 Слава! Слава! Слава Тебе, Господи! Слава! За Твою над нами милость, Господи! За Твою смерть! За Твое воскресение, Господи! За Духа Святого! За Твою победу, Господи Иисусе, в нашей жизни! Слава Тебе, Господи! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! 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 Благодарим Тебя, Господи Иисусе, за все, что Ты в нашей жизни посылаешь, Господи! Ибо для любящих Тебя, Господи, и призванных по Твоему зволению, все содействует ко благу. Слава Тебя, Господи! Аваотше! Аллилуйя! Великий Боже, благодарим Тебя, Господи! Славим и величаем! Хвала! Слава Тебя, Господи! Аваотше! Аллилуйя! Рамина Санта Рави! Слава Тебя, Господи! Благодарим! Благодарим Тебя, Господи! Благодарим Тебя, величаем и славим, Боже! Твое имя благословенно! Благословен Господь! Благословенно Твое чудно святое имя! Хвала Тебя, Господи! И мы сегодня приходим пред Тебою, Господи Иисусе, и молим за нужды, но у нас первая, Господь, нужда, Боже мой, и потребность. Мы хотим сегодня, Господи, довериться Тебе, возложить все свои заботы на Тебя во всякой нужде, Господи, и за все Тебя благодарить и прославлять. И в этом собрании, и когда мы выйдем, Господи, и всегда в наших сердцах, устах и в жизни, наш великий, святой и истинный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поздравляю еще раз с воскресеньем Иисуса Христа. Благодарю за поздравления, за смс. Но сегодня хочется поздравить вас устами к устами, что Христос воскрес. Мир вам, дорогая церковь. У меня есть один вопрос к вам. Скажите, Христос воскрес? Слава Богу. И Он воскрес не только в жизни, Он воскрес еще и в наших сердцах. И сегодня я вам хочу предложить еще одну молитву, как тем людям, в сердцах которых воскрес Христос. Вы знаете, что не все могут каким-то образом участвовать в жизни церкви. Вот здесь на сцене кто-то поет, кто-то молится, кто-то проповедует, кто-то еще что-то сделает. Но есть еще один хороший труд. Это строительство церкви в Лентворите. Хочу дать информацию такую, что уже заказаны окна, и мы хотели бы это сделать, нам хочется это сделать побыстрее, чтобы поставить окна, поставить двери, и каким-то образом уже пытаться использовать это помещение даже для приема какой-то гуманитарной помощи, может быть, для собрания отчасти в Лентворской церкви и так далее. Поэтому я хочу вам предложить поучаствовать в этом деле. И как сказал мудрый екклезиаст, что все, что может рука твоя, по силам делай. Есть у тебя силы, есть у тебя возможность, есть у тебя желание. Христос, воскрес твое им сердце, делай, трудись. Поэтому давайте мы помолимся и за то, чтобы Бог расположил наши сердца, потрудиться для финансовой помощи в строительстве дома молитвы города Лентвориса. Аминь. Молимся. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты воскрес в наших сердцах, Боже. И Ты даешь нам каждому посильный труд. И сегодня, Боже, Ты побуждаешь наши сердца, чтобы трудиться на Ниве Твоей путем наших финансовых средств. Господи, благослови каждое сердце, каждую руку, дающую, Боже, по силам. Господи, по силам, да будет имя Твое возвеличено и прославлено в жизни города Лентвориса. Господи, в жизни этой церкви, которая будет там. Хвала Тебе, честь и поклонение. Аминь. Да благослови Твое всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Знаете, когда Господь обращался к народу своему, когда вывел свой народ из Египта, Он говорил так, помни, что ты тоже некогда был кем? Пришельцем. Правда же? Был пришельцем. Поэтому что пришельца не... Так, читаем Слово Божие. Не притесняй. Вот Анатолий читает. Пришельца не притесняй. Правда же? И не оскорбляй, зная, что ты тоже был пришельцем. Слово Божие говорит, что все мы странники пришельца на этой земле, с одной стороны. Правда же? Поэтому, конечно, в наше время, в которое мы живем, как сегодня брат Альгис говорил, что время меняется. Просыпаемся, не знаем, что будет и так далее. Но мы знаем, что мы с Господом. Правда же? А если с Господом, всегда хорошо. И где бы ты ни был, если с Господом... Одна сестра говорит... Кстати, она тоже поздравляла церковь. Сестра Зита, такая старец. Вот она с утра и звонила как раз и говорила, Христос воскрес. Вот. И она... Она всегда говорила, можно и в тюрьме быть свободным, а на свободе можно быть как в тюрьме. Правда же? Вот. А если с Господом, всегда хорошо. Итак... Кто? Виталий? А, Виталий Полозов, да? Не знаю, как правильно, неправильно. Это писатель такой, да? Он приезжал раза два к нам. Он тоже поздравлял нашу церковь с воскресением Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Но есть среди нас семья одна, которая как бы в нашей стране как пришельцы. Вот, можно сказать. Мы не знаем, может, ей это рука Божья так сделала, что пришлось им собраться с Украины, оттуда, где там бомбят и стреляют, и приехать сюда. И мне по телефону с другой стороны только сообщили, а сегодня эта семья, они здесь среди нас, слава Богу. Я думаю, что Господь что-то будет делать в сердцах наших. Просто мы предлагаем сейчас брату Валерии, что он вышел сюда по ответственным словам. После того, когда он скажет, мы так предлагаем, что вся его семья вышла вперед, и мы помолимся за них. Хорошо? Можно так сделать? И даже с балкона кто-то там. Что-то же пришло. Пожалуйста. Благодарю вас. Слава Иисусу Христу. Я хочу прочитать вам слово из 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». И последние стихи. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его, долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Аминь. Слава Богу. Вы знаете, есть места Писания, которые Бог открывает в нашей жизни. Есть места Писания, которые Бог открывает в церкви. Есть места Писания, которые мы проходим, и тогда только они открываются. Вы знаете, они закрыты от нас. И вы знаете, вот после последней бомбежки на наш город, это было 24 января, мы встали на Мариуполе, мы встали с молитвы, знаете, и только хотели собраться уже заниматься своими делами, тут услышали свист, вот как вот едет машина на шипах по асфальту. Вот это такой вот летят гравии, вот такой звук. И вы знаете, мы уже слышали этот свист, этот визг и потом взрывы, разрывающиеся снаряды, это гул, это огонь, всплеск. Мы побежали сразу в тамбур, спрятались там. Всю эту боль, все этот страх, все этот ужас, что когда у тебя колени трясутся, знаете, вот так вот, не переставай это. Я теперь понимаю тех людей, у которых руки трясутся, знаете, пожилых, потому что у меня рука тряслась где-то часа три или четыре. Чашечки вот так вот ходили, сами по себе, то есть я их останавливаю, зажимаю, а они сами ходят. Это страх и ужас, когда ты видишь разорванных людей, когда плач, стон, рыдание, пожары, когда бежишь и горит рядом ларек, и там горит человек, ты понимаешь, ты просто отворачиваешь лицо и бежишь, потому что нужно спасать свою жизнь. Потому что не знаешь, потому что любую секунду сейчас может опять возобновиться. И вот эти слова этого псалма оживают. Вы знаете, мы не ждали этих снарядов, мы не думали. Хороший город, богатый, около 500 человек, тысяч жителей, 500 тысяч жителей в нашем городе. Три больших гиганта завода, на которых работает 60 тысяч человек. Представьте, это все нужно, когда ты купил квартиру, выплатил ее в кредит. Когда у тебя такое состояние, что ты планируешь жизнь на годы, не на один день, а планируешь жизнь. И говоришь, Господь, благослови эти дни. Придут время благополучия для нашей страны, придут время благословения для твоей семьи, для твоего города. И вы знаете, когда это все рушится, когда твои житницы рушатся, и когда ты перед выбором, или оставаться в страхе, работать и жить, или нужно бежать, спасать жизнь своих детей. Потому что многие люди, больше 30 человек погибло, больше 100 человек раненых. Вы знаете, ожили эти слова. И мне еще тесть мой, когда мы уехали с одной половины города в другую, 15 километров от нашего места бомбежки. И вы знаете, мне тесть оживил эти слова. И вам сейчас оживут, может быть, немножко. Когда в этом псалме говорится. Не убоишься ужаса ночи и стрелы летящей. Стрелы летящей. То есть она будет послана. Она будет послана для испытания. Она будет послана для того, чтобы испытать в свое сердце. Будет послана, возропшись ли ты на свою судьбу. Можете сюда подставлять все, что вы желаете. Но она будет послана не только для нас. Не только она была послана, например, в таком виде, как снаряд. Может, это испытание. Может, это кому-то искушение. Может, это кому-то болезнь. Может, это кому-то трудность. Может, это кому-то неверующий ребенок. Сын или дочь. Или муж. Вы знаете, она будет послана по-любому. И мы ее не ждем. И почему-то, знаете, когда приходит эта трудность, ты начинаешь по-новому осмысливать местописание. Ты начинаешь по-новому уповать на Бога. Ты смотришь, когда дети молятся, когда они не стояли на молитве, знаете, стоят так, постоянно поднимаешь их, открой глаза, молись. Допустим, когда на вечерней молитве, да? И тогда, когда у них широко открытые глаза, когда крики, крикчане, крик Богу, Господи, помилуй, спаси нас. Спаси, мы хотим остаться живы. И знаете, я много принял решения. Я оставил, можно сказать, все. Квартиру, потому что мой дом смотрит, получается, второй дом, который на поля смотрит, на Новозовск, если кто-то так изучал, может быть, войну. То есть, прямо на поля, где город заканчивается, вот этот мой дом стоит. Блокпост, можно на дом заделезть, но видно с моего. Можно об этом страхе говорить, знаете, кто прав, кто виноват, но я благодарю Бога, что он кровение нам давал в церкви, что не будьте ни за кого, потому что вы ошибетесь. Вы знаете, и я это на себе почувствовал, что если будешь одну сторону поддерживать, ты ошибешься, и если другую, ты ошибешься. Мы на Божьей стране, а Бог пришел с миром, дать нам жизнь, дал нам воскресенье. И вы знаете, Он всегда нас учил, и Христос учил нас, нужно всегда молиться, и не унывать. Всегда молиться, и не унывать. И это уныние почему-то подходит, потом после уныния подходит раздражение, подходит злоба. Вы знаете, но Христос предупредил, что когда ты будешь молиться, придет обязательно уныние. Обязательно придет. Ждите его. И в этот момент скажите, Боже, вот оно, о чем ты предупреждал. Пришло уныние, значит, ты пришел рядом. Знаете, Сатана это врата. Это врата ада. Враг это врата ада. Что делает ворота? Скажите. Для чего ворота? Чтобы закрывать. Сатана поставил на врата ада. Это уныние, которое нас закрывает от Бога. Ну разбейте это уныние. Простите. Разбейте. Это уныние, по-любому оно придет, но мы должны эти ворота разбить. И врата ада, что, не одолеют нас. И вы знаете, я благодарю Бога, что мы на этом месте. Я благодарю Бога, что мы в Литве. Мы на много вариантов говорили. Мы, можно сказать, или по-человечески приехали, или приехали по-божьему. Но когда, вы знаете, я в каритасе проповедовал слово Божие, живое, когда они 30 минут или 20 рассказывали о яичках, о каких-то там кроликах, и когда я принес живое слово Божие, я понял, что я нужен был на этом месте. То есть я понял теперь, что мы странники и пришельцы, что мы вольны жить везде. Это мы, знаете, в своих комплексах, в своих квартирах, в своих работах, в своих пенсиях, что вот я вот жду эту пенсию. Вы знаете, мне два года осталось до пенсии. Я заработал, 20 лет горячего стажа почти отработал, два года осталось до пенсии. То есть представьте, мне это все бросить. Мне это бросить эту пенсию, бросить зарплату, бросить квартиру. То есть я только здесь понял, что мы странники и пришельцы. что то, что Бог дал там, Он силен здесь сделать. Он силен сделать в любом месте. Не для нас, пусть не для нас, но я верю, что дети наши, дети наши после нас, они будут иметь благословение. Потому что мы вольны жить на каждом месте. Вы знаете, я хочу еще поделиться словом о молитве, что Христос говорил, уныние, скорбь, теснота, боязнь, она будет приходить. Она будет приходить. В лодке Иисус открылся именем Эммануил, Господь с нами. Это имя Его, Господь с нами, Эммануил, Он с нами. Но вы знаете, был момент в жизни Иисуса Христа, который почему-то сейчас перечеркнет мою проповедь. Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, 26 глава, 37 стих. Матфея, 26, 37. Иисус взял с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых и начал скорбеть и тосковать. «Душа моя», и тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, прибудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошел немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче, если возможно, доминует меня сия чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящим, и говорит Петру, «Так ли вы не могли? Вы один день, в один час бодрствует со мною. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И отошел в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Скорбить смертельно». Что же за скорбь была у Иисуса Христа? О чем Он скорбел? Может быть, нам научиться этой скорби? Может быть, нам понять эту скорбь? И где? Вы знаете, я задался вопрос. «Христос, Ты же пришел, чтобы умереть за мои грехи. Ты сам говорил, я сам себя отдаю. О чем Ты молил своего Отца? О чем? О чем Ты тосковал? Тоска пришла». Вы знаете, я задался вопросом и не мог себе найти ответа. Но, если мы дальше почитаем, перелистнем листок, это будет понятно тогда, когда Он висел на кресте. Эти слова оживают. Чего боялся Иисус? И этот страх Он хочет вам передать. Почему Он скорбел смертельно? Эту скорбь Он хочет вам открыть, чтобы и вы наполнились этой скорбью, чтобы и вы наполнились этой печалью. Глава 28, глава 27, 46 стих. И около 9 часа, Иисус громким голосом возопил. «Илия, Илия, ломаса вахвани!» То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Вот она скорбь. Смерть не могла убить Иисуса Христа. Он вечная жизнь. И только когда Отец оставляет Сына Своего, в этот момент Иисус умирает. В этот момент является смерть и забирает Его. Только тогда, когда Бог оставил Сына, только тогда, когда Бог оставит вас, вы умрете. И вот он страх, который нам оставил Иисус. Вот тоска. «Боже, не оставь меня! Боже, будь со мной, потому что без Тебя я умру! Если Иисус умер, то и вы умрете! Но если Иисус воскрес Духом Святым, то и мы будем воскрешены Духом Святым. Когда? Когда Бог будет с нами. Когда Бог будет со мной. Когда я буду бояться Его оставить. Когда я буду тосковать. Я оставил Его. Я должен тосковать. Ну почему я оставил Иисуса Христа? Почему я оставил Спасителя? Я умру! Иисус умер. Его Бог оставил. Но благодарение Богу, что Христос воскрес. Благодарение Богу, что мы имеем эту силу внутри и надежду, что если Иисус воскрес Духом Святым, то и мы этим же Духом будем воскрешены. Пусть страх придет Иисуса к нам, чтобы наполниться страхом Его. Он боялся. Он просил Бога. Я не хочу, чтобы Ты меня оставил. Он знал, что Он возьмет наши грехи. Он понимал. Он говорит, я сам добровольно иду. Но боязнь того, предвкушение того, что оставит Его Отец. Оставит Его. Вот он, этот страх Иисуса. Вот эта смертельная тоска. Пусть будет в нас. Чтобы мы никогда не оставили Иисуса Христа. Всегда помнили, что Он жизнь. И Он воскресение. Слава Богу. Аминь. Мы тогда помолимся за семью брата Валерия. Может быть, пожалуйста, просим, здесь внизу тогда вы постаньте, дорогие, чтобы мы могли увидеть вас, ваших детей, какого они возраста, роста, и могли как-то поучаствовать в ваших нуждах, в чем вы нуждаетесь. Это многодетная семья. Господь нам привел их сегодня. Они живут в Побраде, в этом месте, где поселяют людей, которые попросили убежище. Их судьба решается. И мы помолимся, чтобы Господь помог им. Помог им. Провел их своим путем. Позаботился о них. Во всех их нуждах. Особенно духовных, чтобы они, на самом деле, только были вот этим страхом терзаемы, вот о чем брат говорил, но не другими каким-то. Их будущее в руках Господа. Аллилуйя. Господь, мы присоединяемся, Господь, к этой семье нашего брата, нашей сестры, Господь. Мало кто из нас пережил подобную перемену в жизни, утрату обстоятельств. Мало кто из нас видел то, что они видели и слышали, слышал то, что они слышали. Мало кто-то из нас мог вот так вот, оставив все, отправиться на чужую милость, в чужие руки, неизведанные, неизвестные, Господь. Но мы знаем, Боже, что у них завет с Тобой заключен. Аллилуйя. Они, Господь, в Твоей книге жизни записаны. Их пути, Господь, ведомы Тебе от начала. Аллилуйя. И будущность их Тебе, Господь, Тобой предначертана. Мы присоединяемся к этой многодетной семье. Мы благословляем их, Господь. Мы хотим открыть свои сердца для них, Боже, хотим открыть двери церкви для них, чтобы они могли доходить здесь покой в душе своей, могли найти, Господь, братство здесь и духовный хлеб. Аллилуйя. Потому что это прежде всего и они могли пройти, Господь, то время, которое Ты определил. И чтобы власти и наши законы были на стороне их, чтобы к ним было проявлено милосердие, человечность, Господь, и сострадание, Господь. Помоги, Боже. Ты умилостивляешь людей и сердца царей в руке Твоей. Как поток его. Ты направи, Господь. Аллилуйя. Мы хотели бы, чтобы их была просьба принята положительно. Какова Твоя воля, Господь? Мы не знаем, но желание у них и у нас есть в том, чтобы они жили здесь, чтобы они устроились здесь, чтобы нашли место жительства, работы и в церкви. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы это исповедуем перед Тобой. А Ты сам знаешь, Господь, Твоя воля, Твои планы, как и куда они ведут их, Господь, Ты усмотри. Мы просим утешения для них, просим исцеления их ран, просим единства в их семье, чтобы они вместе, Господь, могли быть с семьей христианской везде, куда только Ты их не поведешь. Аллилуйя Тебе. Хвала Тебе. Великий наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит и устроит. Мы принимаем вас в наши сердца, и ваши нужды, ваши скорби. Мы принимаем в наши сердца также. Хорошо, сейчас мы предоставляем слово нашему также брату, гостю из Минска, брат Александр Жибрик, он поделится тем, что Господь положил ему на сердце, и после этого будет псалом, псалмы даже. Вначале сестра Эльгина споет, а потом сестры споют. Слава Богу, дорогая церковь. Я тоже немного пришелец, но ненадолго. Сегодня уже вечером поеду домой, я вторгся в жизнь вашего пастыря. У меня в прошлое воскресенье, так получилось, поздно ночью провожал аэропорт, вчера поздно ночью встречал. Мне крайне неудобно, но я ему бесконечно благодарен. И благодарен также вам за возможность быть сегодня здесь, делиться словом. Слава Богу. Представьте себе человека, чьи мечты в жизни полностью разбились. Он о чем-то мечтал, он к чему-то стремился, но в какой-то момент что-то произошло, и, может быть, это был когда-то активный человек, он был жизнерадостный. Но теперь, если бы мы посмотрели на него, мы бы увидели, может быть, сутулившегося, человеку, у которого опустились руки, у которого в глазах больше нет блеска. И однажды таким человеком стал Авраам. И Авраам стал таким человеком, женившись. Обычно, когда люди женятся, брак делает с ним что-то другое. И жена Авраама, Сара должна была сделать его самым счастливым человеком. Даже в 90-летнем возрасте Сара была настолько красива, что сводила с ума окружающих царей. Помните, Авимилех забирает Сару в свой гарем, и она уже была в таком преклонном возрасте, в серьезном возрасте. Вот, то есть, ничто не предвещало Аврааму какого-то разочарования в его браке, но Писание говорит нам о том, что Сара была бесплодна. И в мире Авраама бесплодие, невозможность иметь детей, это был полный провал, это была полная катастрофа. Все мечты Авраама, его жизни, все его стремления были связаны с потомством, с обладанием потомства. Мир Авраама отличался от нашего с вами. мира. Всего 10 поколений отделяло его от того времени, когда Ной с его сыновьями вышел из Ковчега. И хотя земля уже была несколько населена, все же это был еще достаточно пустынный мир. Мир пустой, незаселенный. Мир с бесконечным количеством возможностей. Но для того, чтобы эти возможности воплотить, человеку нужно было поддержка, нужна была опора детей, нужны были сыновья, дочери, и у Авраама не было потомства. Поэтому первое наше с ним знакомство на страницах Библии, я не буду читать всю эту историю, вы прекрасно знаете, чтобы сэкономить время, я просто перескажу какие-то моменты своими словами. Первый наш взгляд, первое знакомство с Авраамом, мы видим пассивного человека, который ни к чему не стремится, ни к чему не идет. Нам говорится о том, что его отец Фара, он берет его и куда-то ведет. Авраам просто идет за ним, он не активен. И когда Фара умирает, что происходит с Авраамом? Он остается на том месте, где умер его отец. То есть у него нет никакого желания, нет никакого стремления двигаться дальше до тех пор, пока что-то не происходит в его жизни, пока не приходит Бог и вновь не воскрешает в нем ту мечту, то желание, которое в нем однажды жило. Такое подтверждение необходимо, наверное, каждому из нас. Наверное, каждый из нас сталкивается в жизни с той ситуацией, когда мы начинаем сомневаться, а было ли то желание, была ли та мечта, которая жила когда-то в нас, была ли она от Бога? Может быть, это происходит как раз, когда мы сталкиваемся с каким-то серьезным испытанием в нашей жизни, с какой-то серьезной проблемой, с чем-то, что делает нашу мечту, нашу жизненную цель невозможной. И вот приходит Бог, и Он воскрешает мечту Авраама. С этого момента Авраам начинает двигаться. Бог говорит, что Он даст ему не только потомство, но даст и землю. И Бог приводит его в землю, где мечта Авраама вновь сталкивается с испытанием. Кто помнит, что происходит в земле обетованной, когда туда приходит Авраам? В этой земле был голод. Мечта, наша мечта, даже если она от Бога, очень часто она может столкнуться с голодом, с ситуацией засухи, где мы целиком и полностью становимся зависимы от Бога. Но что происходит с Авраамом, столкнувшись с голодом, столкнувшись с испытанием, Он вновь вынужден принимать какое-то решение. Очень часто Бог становится для нас не только скалой нашего спасения, но Он становится для нас и камнем преткновения, камнем соблазна, как о нем говорит Писание. Мы читаем об этом, и Ветхий и Новый Завет называют Бога именно так, камень преткновения и камень соблазна. Почему Бог может стать для нас этим? Потому что иногда мы сталкиваемся с Ним, подобно как вот с камнем преткновения, мы притыкаемся, и мы вынуждены делать выбор, какой-то серьезный выбор, мы шагаем в неизвестность, мы на самом деле не знаем, что будет дальше. И Авраам не знает, что будет дальше. В земле голод, в земле нужда, и он не знает, как дальше повернется его жизнь, он вынужден принимать какое-то решение. Какое решение принимает Авраам? Положиться на милость Бога, довериться Богу, или же поступить по-человечески, пойти искать поддержки, даже не поддержки, пойти идти счастья там, где его находят люди. Мы привыкли думать об Аврааме как о человеке веры, как об отце веры. Но интересно, что в этой ситуации отец веры поступает совершенно неожиданно. Он не остается в голодном Ханаане, он идет в полный изобилие Египет. И его можно понять. Его можно понять. Наверное, многие из нас поступили бы точно так же. Авраам приходит в Египет, в то место, где в его время делали состояние абсолютно все. Наверное, в Египте, в этой плодородной стране зацветала даже палка, если ее просто воткнуть где-то на берегу Нила. Это была плодородная земля, плодородная страна, она не знала голода. Авраам идет туда. И что происходит там, кто помнит? Сара попадает к фараону. Авраам сдает Сару в аренду. Писание говорит о том, что ему было ради нее даже очень хорошо. Кроме всего прочего, Авраам абсолютно забывает о том, что с Сарой Бог обещал его благословить в будущем потомством. Мы, когда читаем историю, не видим ни одного раза, нету даже намека на то, что Аврааму плохо, Аврааму грустно, или о том, что Авраам вспоминает каким-то образом о том обетывании, которое ему когда-то дал Бог. Все, что мы знаем, что его имущество там выросло, он был финансово обеспечен, ему было там хорошо ради его жены. И я так иногда думаю, если бы Бог не вмешался в эту историю, если бы Бог не пришел к фараону и не заставил фараона отдать Сару и пинками вытолкать Авраама из Египта, я думаю, не остался ли бы Авраам там, в этой земле, в земле, где ему стало по человеческим меркам удивительно хорошо. Был бы этот отец веры, отцом веры, если бы в его жизни не было Бога. И были бы мы с вами здесь сегодня, иногда мы так горды тем, что мы христиане, мы так довольны собой, потому что мы сделали в жизни правильный выбор, но сделали бы мы его, если бы в нашу жизнь не постучался Бог, а в чью-то жизнь он может быть даже не постучался, а вломился, как это было в моей жизни. Моя семья вся была уже давно в церкви, но я сопротивлялся изо всех сил. Я хотел состояться, я хотел попробовать прожить эту жизнь без Бога, я хотел, чтобы у меня что-то получилось, говорю искренне. Если бы Бог меня просто не уперл в бомб в стену, если бы я не почувствовал, что все дороги в жизни мне перекрыты, кроме одной, я не знаю, был бы ли я здесь сегодня. Иногда Бог ведет нас именно так, и мне кажется, что именно так Он вел этого героя веры. Я не знаю, что бы было с этим героем веры, если бы Бог постоянно не приходил и не подтверждал ему свои обетования. Мы читаем в Писании, Бог делает это очень часто. Но потом мы читаем, я все-таки должен прочитать что-то из Писания. Давайте откроем Бытие. В пятнадцатой главе мы читаем о том, как Бог в очередной раз подтверждает свое обетование Аврааму, и Он даже вступает с ним в Завет. Это пятнадцатая глава. А теперь посмотрите, как начинается шестнадцатая глава. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. Вот это но, оно очень важно в этой истории. Есть Божье обетование, есть наша мечта, но есть но наших с вами обстоятельств. И об это но мы вновь, это но, это Бог, который стоит перед нами для того, чтобы мы в очередной раз проверили себя, верим мы ему или нет. Будем мы уповать на него или же пойдем своей дорогой. Как вы думаете, что делает Авраам с Сарой? Они идут своей дорогой. И я должен сказать, Сара делает непростой выбор для женщины. И понимая то, что она делает, мы можем представить, насколько важно было для Авраама его обетование, его мечта и через какие мучения проходила Сара. Представьте себе женщину, которая добровольно сама толкает своего мужа в постель к другой женщине. Вы представляете? Мне тяжело представить эту ситуацию. Мне тяжело представить, насколько сильной была с одной стороны любовь этой женщины, с другой стороны, насколько сильно было чувство вины, ведь она чувствовала себя виноватой. У мужа есть мечта, но эта мечта разбивается о ее бесплодии. Она причина его несчастья. Они живут вместе не один десяток лет, но она чувствует на себе этот любящий взгляд, взгляд доброго человека, но он смотрит на нее так, что в конечном итоге она говорит, вот у меня есть служанка Агарь, войди к ней, и пусть она родит, она как бы смягчает эту ситуацию, пусть родит мне, ребенка. На самом деле, это ребенок, который нужен, гораздо важнее он нужен, и важнее был для самого Авраама. Кем был Агарь? Вспомните, египтянка. Смотрите, снова Египет. В Библии Египет это всегда прообраз человеческого. Египет это всегда человеческая опора. И что Библия говорит нам об этой человеческой опоре? Кто обопрется на нее, тому она пробьет. Когда мы опираемся на Египет, есть обратная сторона. Нам кажется, что мы стоим твердо, но однажды эта опора ломается, и она делает нам больно. Однажды благо, к которым мы стремимся в Египте, порабощают нас, делают нас рабами. И Богу в очередной раз нужно вмешаться. Рождается Измаил, но этот Измаил не приносит этой семье нисколько радости. Он не приносит радости Саре, он не приносит радости Аврааму. Только одну проблему. Сара начинает чувствовать себя притесняемой, она вынуждает Авраама вмешиваться. То есть семья живет в состоянии конфликта. И мы видим, что до сегодняшнего дня потомки Исаака и потомки Измаила, они в непрекращающемся конфликте друг с другом. Почему? Потому что однажды Божий человек поступил по-человечески. Так происходит и с нами. Когда мы сталкиваемся с Богом, когда мы притыкаемся о Него, когда Он полагает перед нами испытания для нашей веры, и когда мы поступаем по-человечески. Последствия не всегда приятны. И заканчивая, я хочу напомнить вам, что однажды Аврааму пришлось принести свою мечту в жертву. Это один из самых непонятных моментов в этой истории. Бог подарил Аврааму долгожданного наследника. Родился Исаак. Этот мальчик растет на глазах у отца, они с Сарой утешились, растет ребенок, о котором они так мечтали. Ребенок, в котором должны воплотиться все их планы, все их чаяния, все их мечты. И здесь Бог говорит, Авраам, ты должен принести этого ребенка в жертву. Ты должен принести уже не ребенка, а взрослого в принципе человека ты должен принести в жертву. Почему Бог ждет этого от Авраама? Зачем это нужно было? Мне кажется, если мы не сможем пожертвовать своей мечтой ради Бога, наша вера не может принести достойных плодов. Ничто не может стоять между нами и Богом, даже мечта данная им. Почему? Потому что мечта, даже Божья мечта может в нашей жизни стать идолом. Она может закрыть Бога перед нами. мы видим, на что был готов пойти Авраам ради того, чтобы воплотить свою мечту. Он был готов поступиться чувствами Сары, он дал уговорить себя Саре войти к Агаре. Мы можем сказать, что решение было Сарено, она сама предложила, но он дал себя уговорить. Он позволил себе пойти на вот этот компромисс, и он идет не однажды. Мы видим, что он отдает цару фараона, забывая, что Сара родит ему ребенка. Авимилех ситуация повторяется. Агарь тоже печальный эпизод. Компромиссы, компромиссы, компромиссы. И вот здесь Бог дает ему шанс реабилитироваться. И это нужно не Богу, это нужно Аврааму. Подобные ситуации, где мы полагаем на алтарь Бога что-то бесконечно важное для нас. Это нужно не Богу, это нужно нам, чтобы в конечные итоги мы могли, ну что, не знал, неужели Бог не знал сердце Авраама, неужели он не знал, как он поступит, но вся драма вот этой ситуации, она нужна Аврааму, чтобы Авраам наконец-таки стал отцом веры. До этого момента, когда мы читаем историю Авраама, я нигде не вижу даже намека на то, что он отец веры. То есть нету героизма, Бог постоянно приходит его там, ну если бы меня Бог так поддерживал, как него приходил, говорил, рядом ходил, ну я не знаю, ну что за вера требуется, когда Бог ходит рядом и постоянно тебе что-то говорит. Тут пророчество иногда услышишь и то, чувствуешь, что с Богом пообщался, а тут Бог сам приходит, жертвы зажигает, огнем там проходит, то есть ну я не знаю, что там за вера требовалась, все очевидно, вот он Бог. Но отцом веры этот человек становится именно тогда, когда он свою мечту, все, что имело для него в жизни, какое-то значение он полагает на жертвенник пред Богом и говорит, Бог, ничто не стоит между мной и тобой, нет ничего более ценного, более дорогого для меня, чем ты. Братья и сестры, Писание говорит о том, что мы вроде бы потомки Авраама. поэтому мой призыв сегодня к нам с вами посмотреть в глубину своего сердца, понаблюдать за собой и увидеть, нет ли чего-то, что сегодня стоит между нами и Богом. Очень часто между нами и Богом могут стоять вполне благочестивые набожные вещи, наши мечты в служении, может быть, само служение, может быть, наши дети, может быть, наши амбиции для Бога, я не знаю, но я думаю, что история Авраама вдохновляет нас именно к тому, чтобы мы посмотрели вглубь себя и были внимательны. Пусть Бог благословит вас, мне было приятно быть с вами здесь сегодня, спасибо большое за возможность быть здесь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, Отец Небесный, мы благодарим и славим Тебя за Твою любовь, за те примеры в Писании, которые учат нас тому, как нам жить, как нам поступать. Мы благодарим Тебя за тот непростой путь, который прошел Авраам, через который Ты его провел, показывая нам и объясняя нам, через что часто проходим мы сами. Боже, когда мы столкнемся с испытаниями, когда мы придем в землю, куда Ты ведешь нас и если там будет голод, если там будут проблемы, помоги нам сделать правильный выбор, помоги нам не уйти в Египет, Господь, но остаться с Тобою, полагаясь на Тебя. Господи, также молю, сохрани нас от того, чтобы в нашей жизни мы не пошли на какие-то компромиссы, чтобы мы не сделали что-то, за что нам будет потом стыдно или неудобно. А даже если так случится, мы верим, что Ты Бог милостивый и Ты поможешь исправить все. Господи, также молю Тебя о том, чтобы ничто не стояло между нами и Тобой, Господь. Помоги нам быть духовными детьми Авраама, Твоими духовными детьми, помоги нам во всем подражать Тебе наш Господь и Учитель. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую, дорогая Церковь, слава нашему Господу. Нам всем нужно Божие благословение. Благословение Божие обогащает, имеет действие в духовном мире и потому очень важно просить о нем как для себя, так и для других. Благословляйте. Благословляйте, но не проклинайте всех сыновей и дочерей всегда и духом глазу. Божьего внимайте, чтобы детей всех обошла беда, чтобы детей всех обошла беда. Есть сила слова в поднебесных битвах, она несет сынам тепло и свет. в поднебесных просите просите только добрые в молитвах и Бог пошлет с небес любви ответ. И Бог пошлет с небес любви ответ. все все видит Бог и он добра желает, желает дать и милость всем и мир. Пусть ваше сердце добротой пылает, пусть в нем любовь всегда творит свой пир, пусть в нем любовь всегда творит свой пир. молитва веры жизнь управляет и к чистым Бог всегда благоволит. Коль человек в любви благословляет, то Бог тем паче нас благословит. Коль человек в любви благословляет, то Бог тем паче нас благословит. Слава Господу! Господу! Господа! 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 Приветствую, дорогую церковь, именем Иисуса Христа. Прежде чем нам спеть этот псалом, я хочу к вам всем обратиться, чтобы я почувствовала, где Дух Господень, там свобода. Чтобы вы меня простили, где-либо я вас обидела, ранила, чтобы действительно мы радовались в мире Господне. Благословим Господа Божьей любовью и споем псалом Хевенушалом Алейхем. Мы вам желаем мира, счастья и любви. Хевенушалом Алейхем Хевенушалом Алейхем Хевенушалом Алейхем Хевенушалом, шалом, шалом Алейхем Мы вам желаем мира, счастья и любви. Мы вам желаем счастья, мира и любви. Слава Бог. Слава Господу. Мир вам. Свою проповедь я назвал, но они не узнали его. Наверное, уже по названию проповеди догадываетесь, о чем я буду говорить. И задавались ли сами вы когда-либо вопросом, смог ли бы я узнать Мессию? Сына Божьего Иисуса Христа, имея лишь ветхозаветные писания. Узнали бы вы его, читая, размышляя, исследуя Ветхий Завет? Знаете, пророчества о Мессии, они разбросаны по всему Ветхому Завету. И каждая книга Ветхого Завета говорила о грядущем Мессии. В каждой книге Ветхого Завета говорилось о Мессии. Ученые говорят, что более 200 пророчеств о Мессии. И я вот как сам размышляю над этим и думая, все-таки ловлю себя на мысли, что, наверное, я бы не узнал. В то время были институты, школы богословские, где люди изучали закон Божий, где люди изучали Писание. И были очень образованные духовно люди, которых звали книжниками. Мы читаем о них в Писании. И видим, что они знали очень много о Мессии, откуда, где Он должен родиться, что Он должен делать, Его миссия, Его назначение. Но когда пришел Христос, они не узнали Его. И по их представлению Иисус никак не помещался в рамках Мессии. А такого Иисуса они не представляли себе. И, наверное, только на пике своего служения, когда Иисус накормил множество людей, когда Он исцелял от неизлечимых болезней, и, наверное, самое последнее Его чудо – воскресение Лазаря, множество людей увидели в Нем Мессию. И мы знаем, они постелали свои одежды, они постелали пальмовые ветви, когда Он въезжал в Иерусалим, и кричали «Благословен грядущий во имя Господне!» И они думали, вот он, вот этот долгожданный Мессия, вот он едет в храм, там его помажут на царство, он избавит Израиль от римской оккупации, станет царем, израильское государство будет процветать, весь мир, все люди узнают, что Мессия пришел в Израиль и с Израилем Бог. Это будет для всех очевидным. И да, действительно, мы видим, Иисус ехал в храм, но что Он там сделал? Иисус перевернул столы менчаков, Он разогнал покупающих, торгующих, и просто люди испытали разочарование. Они разочаровались. оказывается, это не то, кого мы себе представляли. Они не узнали Его. И мы видим дальше, как разворачиваются события, когда Иисуса хватают язычники, они издеваются над Ним. И для людей, которые думали, что это Мессия, вот такая картина и рисуется. Как мог Мессия позволить, чтобы Его били, чтобы над Ним издевались, чтобы в Него плювали, одели Ему терновый венец? Разве мог такое допустить великий пророк, Мессия? Они хорошо знали Писание, они знали, что Бог не раз, неоднократно, по-разному защищал своих избранных пророков. Мы знаем, во время Елисея Бог ослепил многотысячное вражеское войско и привел его в плен. Мы видим, как Бог защищал пророка Илью и не один раз попалил войско царя. Они знали, Бог силен защитить, а здесь, казалось бы, самый великий, долгожданный пророк Мессия. И такое творят с ними язычниками. И они еще больше кричали, распни его, распни его. Их ожидания и разочарования рухнули, потому что они не узнали его. И в этом вступлении я хотел показать, что у людей может быть неправильное понимание Христа, неправильное представление о Нем. Ведь Иисус неоднократно сам говорил ученикам, что люди неправильно могут его представлять. И он спрашивал у учеников, за кого люди почитают меня. Иные за Илью, другие за пророка, другие говорят, Иоанн воскрес. Но Петр исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим. И во многих притчах своих Иисус говорит о том, что люди не увидят в Нем Спасителя, а тем более Сына Божьего, самого Бога. В иудейском представлении Мессия не обязательно должен был быть Богом, и тем более Сыном Божьим, тем более Богом. И давайте вот разберем одну притчу, притчу, которая записана в Евангелии от Матфея, притчу о талантах. Сразу хочу оговориться, что талант, это как денежное измерение здесь говорится, еврейский серебряный талант весил около 44,8 килограмм. Так, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе. И тот час отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин ему сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта и сказал «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сел и собираешь где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле «Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ «Лукавый и ленивый, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сел и собираю где не рассыпал. Посему не надлежало ли тебе отдать серебро мое торгующим? И я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант «И дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав все, Иисус возгласил «Кто имеет уши слышать, да слышит». И мы видим, что в этой притче Иисус, Он говорит о себе. Вот этот человек, который поручил свое имение своим рабам, это человек и есть Иисус. И то, что Он поручил, эти рабы, это мы, это церковь. И мы видим, что, возвратившись, Он требует отчета, как Его рабы распределить Его имение. Он видит, что первый сделал это отлично, второй сделал отличный, а третий сказал такие слова. «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». И мы видим, что этот человек, он неправильно понимал Господа. Он неправильно понимал своего Господина. Разве таким Господин представляется нам в этой притче? Разве мы не видим по предыдущим событиям, что этот Господин, он веряет свое богатство рабам, доверяет им. И как мы видим, что это немаленькая сумма денег. Хотя, впоследствии он и называет это малым. Но мы видим, как он был добр и как он вознаградил предыдущих своих рабов. Он сказал, «В малом ты был уверен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина своего». Разве мы можем видеть здесь жестокость какую-либо или какую-то неблагодарность? Нет. На самом деле этот Господин, он не представляется нам таким. Но вот этот третий раб, он представлял его по-другому. Либо он просто хотел своими словами оправдаться перед ним. И, знаете, хотел схитрить и слукавить. Может быть, он ожидал такого ответа? Ну, ты что, я не такой, как ты представляешь меня. Я добрый. И в доказательство, вот тебе еще один талант. Иди. Может быть, он этого ожидал, зная, какой на самом деле Господин. Но мы видим, что Господин обличает его и говорит, «Ленивый и лукавый раб». Он понял, что вот этот человек в его отсутствии ничего не сделал для него. Он просто жил в свое удовольствие, так, как ему хотелось. И, знаете, эта прища, она поучительна и сегодня, применительна для нас. Знание этого господина о том, каким являлся, знание этого раба, о том, каким являлся его господин, не смогли помочь ему в день, когда он давал отчет. И не сталкиваемся ли мы сегодня с вами с подобной ситуацией, когда люди знают много о Боге, знают, как помочь другим, дают советы какие-то, но они не могут помочь в тех проблемах, которые возникают в их жизни. И, наверное, здесь проблема состоит в том, что человек много знает о Боге, но не знает самого Бога. Можно знать много о Боге, как знали книжники о грядущем Мессии, но они не узнали его, когда он пришел. И, знаете, вот одно свидетельство такое я слышал, что вот семья, долгое время верующие в церкви, маленькие дети подрастают, и подростки уже не хотят ходить на собрания, на служение. И родители переживают, молятся и не понимают, как, почему, так, что, вроде бы все хорошо. И на душе попечительской беседе выясняется, что, оказывается, родители обсуждали дома пастырей, служителей, проповедников. И в представлении этих детей дядя Коля плохо проповедует, дяде Васе нужно покаяться, дядя Саша вообще зачем его пускают. И в представлениях детей, они представили себе, ну, а зачем туда идти, если там нет примера, если там нет авторитета какого-то для них. Они просто отказывались идти туда. И вот родители не могли понять, что причиной заключалась у них самих. Они и были причиной этому. Их язык, может быть, вот, как уже брат говорил, сплетни, обговоры, и стал причиной тому, что просто дети, когда подросли, уже не хотели идти. Имеем ли мы сегодня способность распознать Иисуса в своей повседневной жизни? И одна известная всеми нами писательница Вера Кушнир, поэтесса, она написала такой стих «Бога легко искать, Бога легко найти». Наверное, многие знают его, да, мы поем его. И вот этот стих она написала для своих детей. В тот момент, когда в Америке началось движение хиппи. И оно захлестнуло просто всю молодежь. И просто были такие лозунги о свободе, свободной любви. Делали то, что хотели, да, им казалось. И она, чтобы уберечь своих детей от этого влияния, от этого движения, она написала вот этот стих. И она хотела показать им, что на самом деле Бога легко найти. Он рядом с нами, он в каждой мелочи, в том, что нас окружает, в дыхании ребенка, в весеннем дожде, в нашем добре, в нашем прощении, в том, что нас окружает. И вот стоит только нам остановиться и задуматься, и мы поймем, что вся наша жизнь, она и состоит из вот этих маленьких, таких мелочей, которые нас окружают. И знаете, я верю, что эти слова Иисуса, в малом Ты был верен, на многом Тебя поставлю, имеет огромный смысл сегодня. Ведь только с маленького может начаться что-то великое и большое. И мы видим даже на служении апостола Павла, которое сопровождалось силой, чудесами, знамениями. Оно не сразу так началось. Было время, когда он молился и постился. И Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Павла на дело, которому я их призвал. И вот, если вы сегодня молитесь о каком-то большом служении, если вы мечтаете служить Господу, но можете просто пройти мимо мусора, который у вас под ногами, если можете пройти мимо возле стаканчика, провернутого с чаем и не убрать, то вряд ли вы получите это славное и большое служение. Если вы не можете справиться с тем или исполнить то служение, которое Бог вам сейчас дает, это маленькое. Верный в малом будет верен в большом. Неверный в малом, неверному в малом не доверится. Большое служение. И мы должны увидеть вот эти мелочи, которые окружают нас кругом. В них мы можем увидеть Иисуса Христа. Мы можем быть милосердными, мы можем любить друг друга. И, наверное, еще такой пример. Мне больше нравятся практические примеры. И больше, и, наверное, как на практике, как мы можем это применить. И вот приходится слышать, что кто-то уже годами не разговаривает в церкви друг с другом. И, кажется, вот и простили люди друг друга, но как бы так не до конца, как бы не от сердца. Вот общения нет, как бы. Не разговаривает и все. Но мы знаем, что Бог говорит, если не простите от сердца, то и Он не простит вам. То и Он не простит вам. И, знаете, вот я вижу, есть выход. Купить торт какой-то или баночку меда, поздравить этого человека с праздниками, с Пасхой, с днем рождения, с любым праздником. И увидите, как вот эта любовь, которую вы Ему проявите, она перерастет в прощение. И опять начнутся вот эти вот добрые, чистые, любящие взаимоотношения друг с другом. И Иисус говорит, вот начни с маленького. Увидь меня в маленьком, вот в этом любящем взгляде, вот в этой доброй улыбке, вот в этом добром слове друг к другу. Вот здесь Иисус. Мы, может быть, ищем каких-то великих переживаний, великих служений, чего-то великого. А не можем увидеть, что рядом нуждающегося брата, голодного или холодного, который нуждается в добром слове, поддержке или материальной, или какой-то физической. Вот тут Иисус. Способны ли мы узнать сегодня Его? Такой вопрос. Способны ли мы принять Его сегодня? И, может быть, руководствуясь только Писанием, может быть, это будет так же сложно для нас, как это было сложно когда-то для книжников. Но чистое, наше чистое и искреннее сердце перед Богом, оно поможет нам увидеть Христа. Ибо чистые сердцем Бога узрят. Давайте помолимся, попросим Божьего благословения. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы славим Тебя, Господь. Ты утаил это от мудрых, Господь. И открыл это младенцам, Господь. Ибо в этом было, Отче, Твое благоволение, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарим, что Ты открыл нам Сына Твоего, Иисуса Христа, Господь. Не по нашим заслугам, не по нашим добрым делам, но по милости, Господь. По милости к нам, Господь. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь. И мы хотели бы, Господи, мы хотим, Господь, услышать эти слова, которые Ты говорил, Господь. Добрый и верный раб, в малом ты был верен. Помоги нам увидеть вот это маленькое Господь. Это, казалось бы, может, незначительное Господь, которое находится рядом с нами, Господь, брата или сестру, или какое-либо служение, Господь. Но оно маленькое может быть в глазах. И незначительное, Господь. И дай нам увидеть там тебя, Господь. Дай нам увидеть в этом твою руку, Господь. И служение тебе, Господь. Благослови, Церковь, Господь. Благослови, Церковь, Господь. Да, будет в Церкви, Господь, действовать твоя благодать, Господь. Твоя любовь, Господь. И чистое сердце, Господь. Отчисти наши сердца, Господь. Чтобы мы видели, Господь. Может, нам надо с кем-то примириться. Может, нам нужно кого-то простить. Аллилуйя, Господь. Говори к нам, Господь. Кто это может быть? Укажи нам, Господь. Благослови, чтобы мы увидели тебя, Господь. Чтобы мы распознали тебя, Господь. Аллилуйя, Господь. Благослови, Церковь, твою, Господь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Присядьте еще на несколько минут, дорогие мои. Еще выслушаем объявление и закончим наше служение, наши общие молитвы. Первое, что завтра у нас понедельник. И в 19.00 мы просим собраться всех людей, ответственных за какие-то служения в церкви. В 19.00, в 7 часов вечера, понедельник. Те служители, которые входят в братский совет или в пастырский совет, и при этом они несут какое-то служение в церкви, то вы можете свои вопросы решать на этих собраниях. Но есть много людей, которые что-то делают в церкви, несут какую-то ответственность или лично за какое-то служение, или какой-то группой. То, пожалуйста, мы просим, чтобы пришли. Мы хотим, чтобы вы засвидетельствовали в своем труде. И, конечно, ободрить и помолиться. Любое дело Божье нужно ободрение и подкрепление. И тогда оно никогда не закончится. Также после собрания сейчас, некоторая пауза, может быть, будет минут 15-20, и вечеря Господня преподастся для тех, кто не смог участвовать перед праздником Пасхи на прошлой неделе. Повторение сегодня. Поэтому позаботьтесь об этом, чтобы каждый член церкви мог в этом принять участие. Также напоминаем, что сегодня последнее воскресенье, кто может свои 2% пожертвовать на церковь. Из ваших налогов эту привилегию нам дает государство, право, и мы им пользуемся, и в конце года получаем эти средства очень уместно. Поэтому, пожалуйста, кто пропустил, колебался, подойдите к брату Андрею Напалкову, и он поможет вам это все оформить. Также сегодня первая встреча с теми, кто будет принимать водное крещение. Дорогие, кто уверовал, написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден. Поэтому мы понимаем, что вопрос крещения тоже очень связан с спасением. Не сказано, что некрещеный не спасется, но сказано, что веровавший и крещеный спасется. Поэтому, может быть, такие случаи, когда не успел, не смог, но когда и успел, и смог, но пропустил возможность, это серьезно. Поэтому напоминаем, кто записался, пожалуйста, сегодня после собрания останьтесь, там в пасторском кабинете будет ознакомительная первая встреча, брат Чесла ее проведет. Кто еще не записался, подходите тоже туда, и там на этом месте заявите о своем желании, и начнете подготовку. После собрания, как обычно, у нас чай и пить, 20 минут где-то продлится, и после этого уже будет и беседа с крещаемыми, начало, и вечеря Господня здесь, в этом зале. Не забудем, что на следующей неделе нас ждет грандиозное благословение и грандиозное испытание. Это будет Прибалтийская молодежная конференция нашего братства. Молодежи, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Калининградская область, из Белоруссии, из Польши, Германии, может быть, еще дальше откуда-то соберется. Конечно, не вся молодежь, но какая-то часть. Поэтому в четверг будет такое начальное собрание, и в этот четверг мы будем в посте, то есть в этот четверг пост будет за молодежную конференцию, и как бы будет такое молитвенное собрание за благословение устройства молодежной конференции. А уже пятница с 11 и суббота с 9 утра, и воскресенье с 10 до 2. Это будет такое праздничное, многочисленное, благословенное молодежное собрание, в котором мы все можем тоже участвовать, особенно в воскресенье. Поэтому ночлег нужен, подходите, записывайтесь к Кастасу, к Роме Лепневичу, да, пожалуйста. И помощники для кухни тоже нужны, братья, сестры. Мы, как всегда, просим, на кухне очень много молодежи работает и помогает Мараку часто, но в этом случае давайте освободим молодежь от работы на кухне, а старшие, сестры, средние, вы все хозяйки, все матери, все повара домашние, нужна помощь, и вы ее сможете прекрасно предоставить. Брат Марак, он ответственный за все, что на кухне происходит. Поэтому подойдите, предложите, он вас внесет в список, составит график, и вы сможете какие-то дни, часы трудиться для Господа. Не знаю, может еще у тебя были какие-то информации, Аркадий, или я все сказал на эту тему, о молодежной конференции. Также в следующее воскресенье мы тоже подготовимся, еще будет продолжаться конференция, но мы тоже сделаем сбор такой, подготовимся и помолимся, тоже на покрытие расходов молодежной конференции. В прошлом месяце мы делали один сбор, но мы так посмотрели, что его явно будет недостаточно, поэтому тоже пусть Бог благословит еще поучаствовать таким образом. Вы можете принимать молодежь на ночлег, вы можете помогать на кухне, вы можете молиться и поститься в четверг за это служение, и вы можете пожертвовать средства для этого. И еще одна просьба насчет... Сегодня полвосьмого, сегодня репетиция молодежи для подготовки к конференции. Молодежь, слышите? Полвосьмого, после вечернего молитвенного собрания. Также от учителей, от директора воскресной школы просьба учителям собраться в молодежке. После собрания сразу, да? После чайпития, да? После чайпития. В молодежной комнате собираются учителя воскресной школы. И еще последнее, может, если кто-то еще добавит, это мы хотим тоже поучаствовать в нуждах этой семьи, беженцев из Украины, брата Валерия с его женой и с его детьми. Поэтому вы их видели сегодня, помолились за них, и мы предлагаем вам, чтобы вот в пять часов на молитвенное вечернее собрание вы могли принести из вашего гардероба обувь, одежду, то, что вы можете поддержать эту семью. Они, можно сказать, с чемоданами уехали неожиданно, и у них есть в этом нужда. Поэтому, что у вас есть, что сердце располагается, и что вы видите по возрасту для мальчиков, для девочек, подходящие приблизительно, принесите они в пять, ну, перед собранием в пятичасовом, может быть, пораньше, и предложите им, они могут выбрать что-то, и что надо возьмут, что не надо, мы оставим, есть у нас тоже и Альгис, и Стасия, их служение, оно может это принять и распределить по их труду. вот, и тоже можем так, сейчас братья подсказывают, что если кто-то желает и материально поддержать этот дом, эту семью, вы их в рассеянии, пожалуйста, вы можете тоже финансово поддержать их, и здесь корзиночка от молитв за нужду, мы ее освободим, и положим здесь впереди, вы сможете просто подойти и положить туда пожертвование для семьи брата Валерия. Итак, все, кто еще может что-то подскажет, что-то я забыл, все вроде бы, да? Давайте мы тогда встанем и помолимся, завершив наше собрание. Тебе мусу, кури сэсидан гуя, те сэй швянтас таву вардас, те тене таву королисти, табу не таву валя, как дэнгуя, те пержеме. Кас денинис мусу донас, док мум шиньдену, и отлейкс мумс мусу калтес, как и меса, отлейджиме саво калтенинкам, и не леиск мус гундити, но гелбек мусу нупикту, нес таву ира королисти, ир галибе, ир шлове, пер амжиус. Аминь. Благодать Господу наше, Ваисусе Христа, и любо Бога Атса, и апшени свято водуха, савсими вами. Аминь. Аминь.